Действия Симпетическое многообразие Что у нас там еще отображения моментов? Симпетическое многообразие действия у нас будет Ну ладно, сейчас поговорим Ну вот Что там у нас получается Ну пусть у нас Жакру Пали Симпетическое многообразие И пусть у нас Жакру Пали Симпетическое действие Симпетическое действие Ну да, дефиоморфизмы Вот Ну например, группа дефиоморфизмов Она там тоже обладает Младкой структуры какой-то, по-моему Ну да Вот Что мы от этого Чтобы Ну понятно там Это именно мои Прямо чтобы это было действие То есть это гоморфизм Сделала Вот Ну это там действие Мы будем называть симпетическим Если оно на самом деле действует Ну понятно просто У нас Группа действует Именно симпетическими Преобразованиями Это ничего сложного А вот Насчет Гамильтонного действия Нам сейчас придется запариться немного Вот Давайте определим вначале Ну это все Какое-то было определение Это конец Сейчас Для гамильтонного действия Нужно будет Парочку предварительных Еще определений сделать У нас Ну У группы Ли всегда есть У нас пусть будет группа Я всегда с ней буду ассоциировать Там Понятные ее Алгебры Ли Я не умею рисовать Готический Там Буквы Я буду искать Как это Какое-то там Ну понятно Это соответствующая Алгебра Ли В течение там Вот так Это не звено Однозначно конечно соответствие Но в группе всегда соответствует Алгебра Вот И что Ну вообще у нас есть Как Вы знаете как действует Как может действовать группа Аналгебры Своей Ну У вас Ну у вас было Какое-то присоединенное действие Что-то такое Ну Вообще Сама группа Может действовать Во-первых на себе С сопряжениями Да То есть Ж действует на себе С сопряжениями Ну Как-то Наверное Так Правильно Можно определить Вот такую вот штуку Ну Я не знаю У нас была Ну ладно Это будет Фи А Фи Ж Это как бы Именно Как Уже Элемент Я вот Подразумеваю Вот это Он как действует Ну да Он действует С сопряжениями То есть На какой-нибудь элемент А Он действует как Ж Ну или наоборот Сейчас надо подумать Если я хочу левое действие Наверное Ж Да Наверное наоборот Что если именно Хочу действие Как А не антидействие Какого-то Какого-то Ну вот Да И чтобы Перекинуть это на Ну мы действуем сейчас На группе Самой группой Но мы хотим действовать На алгебре Для этого можно взять Ну у нас вообще Алгебра С чем она ассоциирована Ну вообще Она как бы изоморфная Там Ну Касательному пространству Единицы На определенную Структуру Ну вообще Она изоморфная Как бы Можно по определению Считать что алгебра Это левые инвариантные Векторные поля На них там определена Скобка ли И эту Ну там еще есть теорема Которая доказывает Что их Если мы ограничим все эти векторные поля На просто на единичное Касательное пространство Ну Касательное пространство То это будет изоморфизм Вот Ну и Соответственно У нас есть скобка ли для векторных полей И мы ее можем Ну это Как изоморфизм Векторных пространств У нас был А Сейчас там На Т и Ж Можно просто Ну отсюда Это как они Как векторные пространства Сами по себе Изоморфные Вот Если это считать Левые инвариантными Векторными полями А это Это отображение Это ограничение Получается на единичное Ну 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 Еще отсюда Можно перенести Структуру алгебра Ли сюда Вот Получается Ну может что-нибудь подобное Вам рассказывали На группах алгебра Ли хотя Ну Ну Да То есть у нас Мы можем Ограничить на единицу И на самом деле Это отображение Объективное Ну то есть понятно что оно Нет Ну непонятно Там еще надо доказать А Ну Да То есть мы можем Действовать как бы И Да Двигать Левыми сдвигами То есть мы можем Да Как он взять вектор И построить по нему Левое инвариантное векторное поле По левому инвариантному И причем это будет То есть два Левое инвариантное поле Различные дадут нам Разные векторы Вектора Ну это тоже Ну да Это просто то что он однозначно Останавливается по своему значению Ну По своему вектору Зашедшему из единицы По факту Ну и как и из любой точки Любое векторное поле Там левые инварианты Останавливаются однозначно Вот И что дальше Получается Ну вот у нас Теперь можно Вот это Мы отразили это с этим И теперь мы можем Такое действие Группы на алгебре задать Оно называется Ну Присоединенным действием АД Так Сейчас В общем я напишу Получше Он будет действовать у нас Ну Ну Как бы из алгебры Ли Алгебру Ли Или то же самое Что из единичного касательного процента Единичного касательного процента Я вот Что хочу сказать Это будет у нас просто АД АД Ж Равняется Что там Фи Звездочкой Ну Фи Звездочкой Он как бы Пуш форвард Он действит Из ТЕЖ ТЕЖ Нет У тебя сопряжение Из Ж мы фиксировали Ж маленькое Вот мы Ж маленькое фиксируем У тебя Ж действует Получается Ж в Ж Ну Ну Я ограничиваю его Я имею ввиду Что я здесь ограничил Если что на ТЕЖ Прямой перенос Ну Фи Он откуда Типа Если нижняя звездочка Ну вот Фи Ж с нижней звездочкой Если я ограничиваю Нижней звездочкой Ограничиваю Именно на касательное пространство К единице Он должен действовать Из ТЕЖ В Т Хи от Е Ж А Ну вот А хи от Е Это Всегда единицы Ну ты просто сюда единицы подставь Единицы всегда переходят единицы Под сопряжением Под действием сопряжения Поэтому мы получили вот Ну вот Таким образом Присоединенные Ну Присоединенные Как бы Такое представление Ну вот А ДЖ у нас здесь Да получается Из ТЕЖ ТЕЖ В Группу В ГРУПУ В ГРУПУ В ГРУПУ В ГРУПУ Это все Типа отображение моментов Ну и Мы хотим дойти до того Что определить Вот есть симпатическое Действие Группа Хочется Какое-то гамильтоновое Вот Но гамильтоновое действие Оно уже всегда Что-то есть симпатическое Как реакторные поля И хочется гамильтоновое Ну Вот Мы сейчас пытаемся Это построить Но там Просто куча технических моментов Которые сейчас нужно Проговорить И вот У нас есть Присоединенные действия Которые именно Вот Такое вот Мы на двойственное Пространство К алгебре Ли действуем Ну К алгебре Ли и двойственное Это уже просто Весь-то на пространстве В зависимости Там никакой структуры Нету По самой алгебре Ли Никакой скобки Ничего Ну Оно прилет следующим образом То есть Если мы возьмем Конкретный оператор Ну Какой-нибудь G Он действует на Что? Ну На Кси У нас получается Какой-то Где кси Принлежит Сейчас я просто пишу Что кси Принлежит У нас G со звездочкой А пусть Х Принлежит G Так вот Ну Я буду Таким образом Просто обозначать действия От От G Кси На Х Равняется А Это то же самое Что и Кси На А Здесь Важно Что G-1 Х Ну да Такое Ну просто По факту Двойственную Двойственную Но мы еще Здесь Почему же Минус 1 Берем Чтобы Это Действительно Было действием А не антидействием Или как-то так его называют Ну чтобы Там Немногоморфизм А не антигоморфизм Ну вот Ну вот Главное Что у нас есть Теперь Вот Такой Просто Ну вот Да Мы Остроили Каким-то образом Канонически На самом деле Действия Действия Группы На своей Двойственной Алгебрали Ну Двойственному Пространству к алгебрали Ассоциированному С этой группой Да Ну и теперь Мы Почти наверное Ну мы уже В целом готовы Типа дать Определение Что такое Отображение Ну Действие Отображение моментов И все такое Какие Вопросы К тому, что я пишу Нет? Сейчас скобки Просто Скобки Корректор Корректор Ну Это В смысле Как действует Корректор Ну Да Ну Мне просто так удобнее Куча скобок Не писать Они громоздкие Как действия Действия Чему-то непонятно Это на самом деле Просто так из учебника Ну И действительно мне нравится Вот Так Теперь Группа Ли И Группа Ли Группа Ли Группа Ли Мо-мегасимпликическое многообразие пусть у нас есть ну во первых пусть у нас есть действия си из откуда из же пусть она уже автоматически симпатическая вот давайте определим что гамильтоновое действие называется гамильтоновым если существует отображение называемое отображение моментов из многообразия двойственная алгебра ли вот такое вот непонятное отображение которое обладает следующими свойствами какие-то нужны свойства ну еще парочку сейчас определили делаем получается пусть у нас пусть у нас да пусть x принадлежит алгебра ли определим вот такую функцию x что ли называют только индекс сверху не знаю ну ладно x от p это получается не вот п на x у нас есть это мед по это двойственный к алгебре же x же ну и все равно вот так вот можно действовать и мы получаем мимо от x это функция просто и земля дальше определим вот у вас есть векторное поле какое-то ну вектор алгебра ли по нему вы можете получить одну параметрическую подгруппу ваша алгебра ли получается называемая экспонента там по моему экспонента tx где-то там ну это просто джиттер это у вас подгруппа в же чем-то было на группах алгебра ли ну да то есть что вы можете по факту вас не через единицу вы проводите кривую которая там получается что касательно к вашему левому инвариантному векторному полюсу соответствующему x ну и там хорошо ну она там единственно определяется вот единственным образом ничего ну у вас есть какая-то вы ее можете перекинуть получается симпатически ну сейчас я как это называть ну пускай это не знаю фит я не знаю какие там еще да это правда ну давайте что ли это как раз просто у нас вот есть чопси от экспонента тx у вас есть действие ну и вы просто это по факту вы действует у вас есть одном параметрическая подгруппа группе ли вы просто смотрите вот как есть на параметрической подгруппы на вашем многообразии но но это действие симпатически вот и ну и так получается он какой-то поток порождает ну фи 0 она это традиционное преобразование что единица вот получается у вас одна параметрическая группа дефиоморфизма вашего многообразия есть и да соответствует какое-то векторное поле назовем его x звездочкой вот и что требуется вот это все просто какие-то еще дополнительные сущности для того чтобы определить гамильтоновое действие тяжелая инструкция на самом деле любому потоку соответственно причем но если поток это именно он обладает групповыми свойствами то есть тебя поток это фи т плюс с это фи т композиция с фи с вот и получается если так то он отвечает какому-то нет векторном поле независимым от времени это да это уже поле просто многообразие она это ну вот и в чем суть том что вот мы получили какое-то векторное поле помощью вот это вот какого-то элемента x из алгебры и какую-то функцию помочь опять же этого элемента из алгебры и нам просто требует ну попросили не участвовать чтобы клигами данное действие мы просто потребуем чтобы вот эта функция была порождала как раз это гамильтоновое векторное поле чтобы она положила это векторное поле она является на самом деле гамильтоновым тогда вот что у вас получается и x звездочка омега равнялась минус д дмю x дмю да дмю x то есть факт у вас есть векторное поле вы по него две вещи определили функцию на вашем многообразии и векторное поле на вашем многообразии мы просто хотим чтобы они были связаны что это функция является гамильтоновой для векторного поля вот вот как бы сопротивление какое-то на самом деле не совсем понятное но я на самом деле сам не особо прям спец в этом во всем и не особо прям сильно когда-то в своей жизни вникал ну сейчас в это я просто знаю у этого и почему чем это на самом деле мотивированная не особо разбирался да но я знаю что у этого есть вообще свойственного первых да когда дети называется гамильтоновым и мёдом называется отображение моментов это по определению вот отображение моментов вот у этого момента физики свойства вот который мы сейчас обсудим во-первых наверное больше с примером и посмотрим но прежде я расскажу эти штуки если у вас многообразием так оказывается компактно и связан там группа же это какой-то тор скажем вот ну пока размерности мы их никак не связываем это 2m ну как группа ли его рассматриваю вот получается и пусть у нас как раз есть гамильтоновое какое-то действие вот именно есть отображение моментов соответствующие как я вот говорил когда-то упоминал что не от м обладает но вообще есть теорема и там по моему сейчас напишу кого такое у меня чуть записано или не записано они до тигу люмина стерберга ну так написано по крайней мере в одной книжке допустим вот чем она состоит том что у вас вот штуки следующие следующие там свойства выполнены один это то что любое любая поверхность уровня она как бы связано ну как бы прообраз любой там точки получается вот этого двойственного пространства вот связано какое-то подмножество как минимум топологическое подмножество там не знаю насчет с этим является летом каким-то многообразием я думаю что нет в общем случае вот дальше хотя это в целом это все вот мед м это выпуклая оболочка чего точек ну образов неподвижных точек то есть у вас но это что говорит вообще любая алгебра ли мы группа ли мы там соответствие алгебры ли мы смотрим и группу ли рассмотрим конечномерные алгебры ли ну да так как многообразие не конечномерных алгебра ли цвет на она имеет ту же размерность она тоже конечномерные двойственная алгебра ну то что конечными двойственной просто пространство коллегу ли он тоже конечномерная но там изоморфно допустим у какой-нибудь же она изоморфно там rrk не канонически но как-то вот каким-то образом мы там можем базе выбрать ну и установить там какой-то изоморфизм получается и у вас группа ли действует на многообразие она как-то действует но у этого действия надо будет неподвижные точки и вот если у вас есть какие-то неподвижные точки вы берете их образы под отображение моментов и берете их выпуклой оболочкой и все это вот образ этого отображения у него переводит все м в какой-то многогранник ну то есть пока оболочка каких-то точек конечного числа там будет конечное число наскоке помда это ну это всегда многогранник таким образом вы вот я и говорил вы смогли какое-то многообразие и к многограннику и на самом деле там есть такая если у вас есть вот теперь скажем размерности если у вас есть получается m размерности 2n а на нем действует же размерности по равной половине ну то есть торг но я имею ввиду что именно тор торическое действие у вас во первых это называется гамильтонного действия у вас есть вот это вот получается это многообразие тогда называется торическим и у него есть такое ну такие есть свойства что если там определенный класс многогранников ну там на них нам кладутся определенные условия и у вас есть взаимно однозначное соответствие между многогранником и получается многообразием из которого ну триски многообразием то есть вы можете по многограннику построить торическое многообразие и патрическом многообразию единством на граника вот этого типа считается вроде как супер классный но там там это это другое да это не то да ну то есть там определение разные как я понимаю там мы размерности чутка не так то есть если у меня здесь именно половина размерность многообразия там что-то по моему действия 40 который разве не такого же размерности или что-то подобное ну вот здесь именно потому что фиксированная жесткого до тор и типа размерность тора и разберется многообразие на два раза больше размерности тора и основать этом есть определенный класс нам наградников которые вот и заимно дозначится песо между многообразием наверное с фиксированным еще как раз действием и этим наградником которые получаются мы сейчас посмотрим точно один пример какой-то такой самый мне известно наверное а мы здесь кстати ну и джиджи даже компактная точнее обязательно компактная и поэтому допустим мы можем конечно всегда там есть на самом деле гамильтонного действия группы ну пора на каком-нибудь c но это не интересно ну то есть мы такой конструкции не получим потому что цене компактно ну и на ccn там всякие тому подобное ну а вот на cp уже можно всякие вещи делать почему вообще цепи хорошо потому что по компактно всякие цепи к вот давайте рассмотрим вот у нас есть получается цепи с его формы в беништуде вот получается и на ccn тогда можно прилить действие не всегда мы просто можно прилить торт тора размер на стену цепи на чего он размер всего 2 он как вещественного раздастит на tn как мы будем действовать вот у нас есть получается какая-нибудь . мы его обозначать как это 1 это такое ну это как бы получается угол на каждом из с и произведение всяких осытых ну и между что это с 1 там с 1 с 1 мы параметризуем углом вот еще тогда как мы будем тогда действовать вот берем точку z0 z1 zn и мы можем действовать так давайте напишем это действие т1 сейчас на 0 это будет равняться давайте еще и но я не знаю это просто я я с них взял поэтому я буду наверно следовать чтобы там не запутаться потом там будем отображение моментов считать и не будем ну ладно что это угол меня углом как бы от 0 до единицы нормирован мы здесь напишем 2 пи тт1 z1 и е2 пи ттн на zn это какое-то действие на самом деле она является ну я не знаю можно наверное проверить я этого не делал лично сам можно если у нас время будет не просто не знаю что с обычем максим сегодня рассказывать ну может нас останется можем пытаться это как-то проверить вот в общем отображение моментов но будет действовать таким образом берем точку опять же cpn и но переходит в сейчас скажу что з1 на 1 в квадрате на z в квадрате ну опять же как тот раз сумма там за 3 в квадрате это должен быть многогранник если мы возьмем здесь пробежим по все по всем точкам cpn можно сразу в этой теореме сейчас воспользоваться нам нужно понять чуть-чуть я просто написал это типа да что вот есть такое действие вот его отображение моментов конечно проверять я это все час не буду убийца просто на самом деле вот давайте подумаем как многогранник выглядит возможно на кстати воспользуюсь тем результатом но короче это я сразу вот я это есть на самом деле заморкин когда мы тор как у нас есть мы уже считаем что у нас есть какие-то каноничную точнее стандартные координаты на нашем торе все это на есть стандартные координаты на наши в алгебре наш или ну то есть стандартный базис какой-то который связан именно с этими координатами и свет на есть на двадцатом пространстве стандартный это базис не говорю что он канонически но стандартный но да ты там на самом деле вот эти вот как бы в чем суть вот у нас было действие получается два есть частных случаях будет этого гамильтонового действия типа когда группу первом случае у нас есть мы просто берем самый первый случай это когда r да у нас получается просто определение гамильтонового векторного поля как частный случай гамильтонового действия группы ли ну да можно взять r само но это вот это сводится как раз к применению гамильтонового векторного поля мы целом мы хотели это обобщить как-то получается можно взять же равное с 1 как мы брали ну то есть или там одномерный торт получается это у нас ну тоже обсуждали там как выглядит что я подразумевал там по действиям получается окружности гамильтоновым действием окружности это тоже как частный случай просто гамильтонового действия группы ли произвольный и вот мы сейчас уже как бы дали просто общее определение гамильтонового действия группы ли на самом деле вообще в чём еще суть мы рассматривали вот редукцию у нас был такая штука как редукция давайте что вот у нас была редукция с помощью если есть действия с 1 мы там можем выбрать многообразие при этом хоп и редуцировали ай можно действовать камерным тором и это как у вас там он в термейхи должно было быть где-то перемаль любили она помню называется да потому что если у вас есть первые интегралы там какой-то штуку с болюции то можно там что кому кому-то да 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 вот но здесь примерно подобное если у вас есть короче действия мер на мотора именно а многообразие 2 н то вы там редукцию просто делайте кучу раз и все получается супер но по-моему это так но я не точно помню это лучше посмотреть его накануне за силу вот вот книжки штамм давали вот а что еще получается ну вот про эту возвращаясь к этой штуке вот у нас есть теперь какое-то отображение моментов да я сразу не подразумеваешься здесь какой-то фиксированным что-то бета и мы вот здесь термин такое отображение смотрим как найти многогранник в которой он переходит да нужно неподвижные точки найти эти нас эти неподвижные точки здесь вообще под действием этого и вещи ну да то есть одна . неподвижные это у нас получается вот в комиссии карнат она выглядит вот так вот правда какие еще здесь надо просто еще вспомнить что у нас . это не единственная запись вот этой точки это как бы ее как представитель в некотором плане выбран да да здесь еще скрыто где-то вот что у вас действие какое-то наставляет на самом деле точку на месте какую-то как вы не действуете почему нет у нас все одновременно не могут просто равняться нулю нет это разные ну да то есть точка какая-нибудь 0 1 и все остальные нулей она тоже неподвижно потому что если мы там это умножаем на 2 пи мы эту же точку самую себя переводим на самом деле да потому что у нас так как раз определено вот вот ну и таким образом мы там получаем вот весь набор всех этих точек и что это у нас получается 0 и в конце там ну конце единицы вот что они переходят они переходят учатся на какие точки ну вот это когда добавление момента переходит просто в нулевую это переходит в по моему если не ошибаюсь в 1 0 0 кстати я может здесь немного неправильно еще может какая-нибудь константа он должен да здесь должна быть константа и здесь понятно никольки нету но здесь вот она приходит и 0 0 0 и последняя точка у нас переходит 0 0 0 0 ну и на самом деле давайте просто рассмотрим точки без всяких и само действие это пи видимо выскакивает какую-то из там карнат поменять немножко и другое немного отображение момента посмотрим ну там 100 6 до констант и вот просто так не в кажется просто с едиником приятно не видные все вот это это из чем мы нашли все неподвижные точки вот это вот это первая неподвижная точка 1 0 0 0 0 потом на роди 0 0 0 0 и после 1 0 0 0 неподвижное относительно действия нашей алгебры ученик группу лет что мы хотим применить он терема что этот многогранник который по 10 это броня нет он получается именно оболочка неподвижных точек нас от единственно неподвижной точки если у вас там две координаты не не с ну понятно не нулевые то вы берете там на ну на есть степени и умножать и другую просто оставляется и все у вас . когда подвинулась получается на самом деле вот и получается вот это все неподвижные на них натянута ну натянута получается вот образ оболочка вот этой штуки это и есть образ м подвесим движение моментов но я думаю вы знаете что это такое ну да это чем правда там есть разные симплексы которые как вложен нмерные в интернерный процент но в данном случае это мерное в инмерном пространстве которые получается что это у нас там это получается t0 точнее t1 tn t и t больше нуля больше равна нуля и при этом их сумма меньше равняем единицы сумма меньше равняется единицы ну тебя есть ну давай вот в мере посмотрим какие у нас точки получились вообще ну при отображении момента одна точка пришла вот в ноль еще вот есть такая . и такая . мы должны на них натянуть какую оболочку почему но это это условие его бы не было конечно если бы не было этой точки на самом деле нулевой как бы она просто здесь было бы равно единицы если мы натягивали выпукла оболочка только одна эти две . нас бы этот ряд и получился но нам нужно на все три . ну и то есть у нас еще вот эти вот отрезки и вот это вот вещь получается ну и вот такой многогранник выходит у нас вот такое отображение моментов c1 c2 c1 а у нас здесь начинается z0 координаты вот это вот запись вот там этот приходит в 1 0 0 ну и так далее то есть у нас всегда получается ну симпликс вот такой вот пример ну еще там одно замечание что если у вас есть получается какое-то орбиты чему они соответствуют она точно вообще одну орбиту допустим переводит а кстати я забыл сказать там определение этого когда писал определение гамблитонного действия еще там требуется чтобы это мило было же эквавариантным ну или что значит вообще что у вас есть действие получается же на вот и у вас должно что выполняться что сейчас мил с композиция все же равняется от же со звездочкой композиция спина что у вас действие можно перекидывать если ну это так тоже там счет нужно я щас опять же не скажу так сходу в целом в этой теории там без всяких групп это вполне естественно вещь выглядит вот о чем мы там а мы говорили про орбиты куда переходят орбиты сейчас надо подумать вот эта штука вот позже нам поможет потому что чего у нас тогда мы действуем какой то мы действуем всеми элементами на какой-то фиксированный элемент это то же самое что взять этот элемент кинуть и начать действовать всеми спряженные действия но не знаю когда интерпретируется сходу можно подумать но сейчас наверное так не скажу вот так что то у нас еще если у вас есть же действие гамильтонова на получается м1 омега 1 м2 омега 2 гамильтонова то есть у вас есть там соответствующий отображение момент м1 м2 то мы можем рассмотреть многообразие м м1 крестом 2 там по моему омега равная я не знаю как это обычно назначается наверно вот так вот да вот то мы можем то это тоже на нем можно определить действия как диагональное действие ну то есть на каждой компоненте мы просто действием этой штуки и у него отображение моментов будет м1 по 1 по 2 это м1 от p1 плюс м2 от p2 как думаете может показать сейчас сходу я пока не знаю на самом деле ну такая уже тема последнего день тяжелая немного не всем успеваю их прорабатывать сам чтобы выдать что-то вот ну ладно наверное так оставим че еще хотел задачки я еще понапихал нет ну ладно а вообще да еще хотел поговорить это все написано книги я сам туда беру что вот у вас есть получается ну какое-то месте группы симпатическое непонятно является ли она гамильтоном или нет на самом деле есть достаточно условия чтобы это было так правильную формулировку я видел в таком виде у группу алгебры на самом деле есть такая вещь как гомологи алгебры и если вот если выполняется такое коэффициенту mvr равняется h2 коэффициенту межу если короче первое и второе гомологи алгебры равны нулю то у вас действие всегда и любое симпатическое действие всегда является гамильтоном но это выглядит как-то непонятно непонятно как это считать все дела но есть что-то доказано я понял что это выполнено если допустим алгебрали почему то вот я не понял не понимаю почему так иногда пишут но написано что вот это означает равносильно точнее даже дают как определение семя симпл это полупростота но вот у меня как раз вот не согласен с тем что вот это равносильно полупростоте потому что вам возможно а из полупростоты вот это следует полупростоты в котором я имею ввиду в смысле что у вас алгебра развивается в сумму простых и что-то такое но вот отсюда не следует что алгебра развивается в сумму простых и все такое насколько я помню точнее ну я понимаю что это вроде как-то не так я даже пример могу скинуть ну то есть на мчцепи на такую задачку давал я специально в углу потом это контр пример вот к этому что это не равносильно потому что же полупроста но кто-то берет это почему-то за определение и в книжке анна кана за силой я непонимаю либо они просто имеют именно это ввиду под полупросто Jahres него они хотят сказать что за руку простого это действительно минетруется ну в общем в каком это случае наверное откуда но если джепа и просто на сколько у нас стороной если если эффект если Indonesia сторону вотì если пов приходу простого даже отadomo оттуда пласта вот тут а но вот из этого точно короче следует вот это и поэтому если у вас алгебра ли соответствующая группа ли полупроста то любое символитическое действие является гамильтоновым сейчас вы вспомните готова у нас какая там соответствующая алгебра ли мне кажется она вообще очень хорошая и она вряд ли полупростая там ну ладно вот и еще есть такая вещь как вот у вас есть допустим одно какое-то действие симпатическое действие оно может ну точнее гамильтоновое и допустим у него есть одно отображение моментов и допустим другое совпадают ли они всегда ли они совпадают и вот окажется что для этого нужно потребовать только чтобы h1 это так это просто и так амология алгебра ли у вас тут играют роль вам просто ершов это будет в следующем году рассказываю что какие-то ассоциации может быть коммутативная ну да в целом она коммутативная ну да особенно алгебра ли у нее тоже должна быть вообще в целом коммутативная да то есть и в целом это для творожда как раз вот эта штука не работает ну да 0 будет на ниже да ну она же там не будет как раз же вот и получается здесь у нас но это вот это условие нужно чтобы было получать это для единственности отображение моментов а это для его как бы существование такового нужно это достаточное условие необходимы никакие алгебры к гомологии да это все достаточно совета достаточно условия чтобы любое симпатическое действие группы было гамильтоновым а это чтобы у любого симпатического действия было изначально у любого гамильтонового действия был единственный получается низ отображение моментов ну и вот из полупростоты следует вот эти две штуки ну и естественно вот это тоже как таковая то есть у полупростых алгебра ли у них 1 2 гомологии равны нулю это какая-то отдельно кем-то там доказано в какой-то статье и не открывал ну там есть ссылка если можете посмотреть я решил поверить что это наверное правда вот потом чаще ну короче сейчас просто такой не будет немного разнобой или согласен про формулу здесь дистерманы чекера или как так он тяжелая фамилия вот у вас есть давайте рассматривать ну какое-то просто пока не то и что опять же у нас в качестве на системе 2n омега действует какой-то они даже просто алгебры лицом и отображение моментов м2n будем считать компактным связанным по моему да на у нас здесь есть форма объема вообще-то ну на многообразие размерности ну на м2n она эта форма объема ну то есть по факту у нас есть мера можем по каком баррелевская каком баррелевского подножства проинтегрировать вот нашу вот эту вещь то есть у нас есть блин это давайте я не этой буквой м буду начать вот м какой-нибудь м омега пускай ну опять же то есть книжки у нас есть отображение моментов отображение моментов позволяет нам влить меру на эту меру можно перекинуть пушфор такой сделать на для меры на алгебры на двойственной к алгебре ли у вас можно прилить вот она называется инициалы от каком-нибудь у это равняется м омега от мю минус 1 эту где в данном случае будет уже подможество в двойственной к алгебре ли и вообще в чем получается у нас суть в том что у нас есть какая-то мера эта мера если мы же мы можем ну какой-нибудь выбрать это срк и на не здесь еще мер ли бега на самом деле это мер является по моему я не ошибаюсь эта мера является абсолютно непрерывной относительно мер ли бега и у вас был крутку все значит у вас есть одна мера абсолютно непрерывной то у вас можно брать где молья развиваю мер ли бега у вас есть производная там радон к ним на терема радон никодима короче работала этот производный мер там вот и разовается в чем супер все эти теории если не ошибаюсь это работает для для да еще здесь пока что произвольно по моему алгебра начнет произвольная группа ли f являются кусочная ну это сейчас кусочный полиномиальный то есть у вас f это что это функция из арка вы так даже может 0 плюс бесконечность ну нет пусть в арка вы хорошо вот и получается арка можно как-то разбить на какие-то там пледра на самом деле верный поле драх она будет пленомом просто вот все то есть ну по-моему это такой такой не очевидно ну вообще не очевидно нифига факт вот и еще в чем прикол что если у вас есть уже этот н это теорическое многообразие то что у нас там ну у нас опять же и существует образ отображения моментов это многогранник и вот в чем прелесть таких вот двух вещей в том что f это будет просто какая-то индикатор ну константы к это c на индикаторную функцию этого многогранника но там но я так пишу то есть у вас мера получается совершенно многогранники некоторые постоянной плотности у вас даже не то что полиномиально это кусочная линейная функция какая ступенька ну все то есть и ваша мера на м2 многообразие приходится равномерную меру на на граники получившимся вот именно только у торических я понимаю что если бы я сделал какой-нибудь произвольный к то так бы уже не было там был как раз какой-то полином таким образом можно находить объем если это константа правильно поднормировать нет для cp1 она дает да она дает как раз пи потому что у тебя если мы возьмем cp1 у него форма фабини штуде отличается от обычной метрики вот этой вот который ну обычную форма объема получаемые инвестируем не то вот это димановой метрики которые там на сферу и 2 0 4 таким образом что-то такое вот чаще рассказать ну там есть прочь формула это уже наверное просто из книжки и и спешу потому что она такая применить я кстати вот это вы сможете применить такая ну по моему если я правильно понял что там плюс-минус и контрольный сколько вообще она вам когда-то в жизни пригодится но хотя может если вам начальщик про дни расходом он мне рассказал не про эти действия ничего такого вот если у вас есть короче действия именно почти же мы рассматриваем окружность с 1 то если мы по всем многообразию будем интегрировать и минус аж аж сейчас я расскажу что это не и не знаю почему они берут я за постоянные я не знаю почему во всех учебниках вообще типа везде рисуют постоянную планка типа вообще меня конечно убивает но допустим ну да да но здесь на самом деле просто я почему-то это хотя это произвольно на самом деле я вот сейчас напишу что аж предвольное комплексное число минус 0 давайте да согласен начать это глаз интересно просто обозначение такое прям чувствуется дух физики ну да справедливо аж минус аж 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 п а это да здесь еще ну да здесь она ты именно размер на 2n как бы размерность нашего симпатического многообразия а аж то так что такое ну у вас гамильтонного действия с 1 прожено функции аж и почему здесь написано функция морс ну видимо а ну да функция морс потому что мы требуем чтобы все эти точки сейчас я расскажу чего здесь вообще написано вот у вас есть аж вот действие окружности при этом есть гамильтониан который прожидает это гамильтонного действия мы не раз говорили и мы еще требуем чтобы ваш были получаются все точки ну чтобы от короче было функции морс это нам нужно просто 50 точки были изолированными эти критические вот на самом деле там думаю докажет нам догадывались прикольнул так тип что у нас есть какая-то окрестность вот этой неподвижной точки критической получается при этом действие там даже это верно просто для помню здесь вот гамильтонного действия произвольной группы и в окрест с этой неподвижной точки вы можете выбрать координации омега по моему уровня ну вот эти симпатические координации депоитое декуитое и при этом действие этой группы у вас будет она действовать на жене произвольно же наверно все-таки торг конь она будет действовать под строким с 1 то по окружности в окрест и она будет здесь точнее вообще сейчас я вспомню там или линейное действие я не помню вниз и здесь я уже совсем путаюсь сейчас скажу сейчас верно действительно действие группы на чете ладно это я хорошо это вообще забудьте про это я видимо уже начал нацелять нуку отнести но короче почитайте с этим еще не особо разбирался вот а здесь вы знаете ли это какой-то короче индекс поговорить с не буду уже который связан с этой критической . ну критические точки до конфет то есть там он определяет это отдельно для это точно надо какие-то определения вводить но есть по факту чего у вас просто интеграл какой-то экспоненты это функции сводится к подсчету сумме есть у вас ммп программ компактным многообразием поэтому эти конечная сумма естественно вот функция ну если в неизолированные точки ну да я просто хочу сказать что их просто конечно число этих физические точки вы просто сводите на голову конечной сумме не совсем не уверен но возможно кстати возможно давайте просто гляну я просто такие уже штуки пишу это вот это вот которая юса магдов ну и на на русском есть которые эти введения симпатическую топологию на русском она называется вот и соломон ну там два автора короче такая вот формула не знаю можно кстати она достаточно вроде выглядит такой вполне где-то применимый возможно я пока не уникал просто знаю не все на контроль надеюсь данный написать я датом день фугу что насколько времени я просто такие уже темы идут так 323 12 ну у нас 8 минут а про ту задачку я хотел точно я хотел поговорить у вас там была задачка где почему можно ли как в лагранжево подногообразие быть дефеоморфная по моему cp rp2 да или или сейчас скажу чему сфере а до двумерной сфере ну то есть мы r4 смотрим может ли быть в лагранжево подногообразие дефеоморфно либо двумерной сфере либо рп2 да ну на самом деле там решение такое достаточно непростое но вот вам у вас много лекций было по поводу индекс самопересечения это все к тому на самом деле если вы вкладывать если вы можете это как лагранжево подногообразие рассматривать но она получит дефеоморфно допустим вот вашего грамма разе с 2 рассмотрим небольшую окрестность это окрестность как мы знаем там из гнать тюрем мы проходим обсуждали она дефеоморфно симплектоморфно даже окрестность этого касательного расслоения с каноническим ну с канонической формой у вас вы можете взять какую-нибудь эту взять какую-нибудь один форму замкнутую и чутка ваше лагранжево подногообразие подвигать вот если вы подвигаете у вас как-то есть какое-то печенье у вашего рынка многообразие ну причем в конечном числе точек мы именно так мы возьмем такую форму которая там то есть в конечном только числе точек 0 обращается тема трансферсальности там тома нам скажут такая есть форма по моему из нее это можно да еще у нас получается мы как-то лагранжево подногообразие получили другое которое пересекать с нашим ну то есть она и в исходном пространстве то есть мы это же мы две окрестности отрождестили то есть у нас еще есть нашим исходом пространстве то есть хотя вот типа как мы знаем индекс самого пересечения в ну как у который определяет через векторные поля он равен на эллеровые характеристики индексом пересечения если вы просто подвигаете многообразие в как вложены в rn 2 он всегда должен равняться нулю это где-то надо найти где-то почитать я могу сейчас кинутом ходит у меня есть вроде как файл вот и так так как элеровая характеристика у вас сферы и сфера на это чему нам там рассмотреть двум да по моему а у rp2 она один там чем-то минус один то у вас получается так что ну противоречие вы не вы не можете вложить ну такое непростое непростое утверждение которое еще надо разбираться расписывать вот на самом деле я почему я свою девочку поставил сам вообще не до конца так и не разобрался на начать где-то найти этот факт о том что любое вложенное там должно иметь не сам причине 0 а да у произвольного лагранжа под многообразие в r2n ну типа она всегда у него это необходимое условие чтобы под многообразие было гранжем она должна быть телевых туристик и его должна быть нулю то есть таким образом на самом деле получается что из компактный остается по моему только тор других вообще никаких нельзя вложить ну и я имею ввиду ну а она ну из ориентируемой да может там не ориентируемые не особо сейчас кто даст цвет ну вот на этом давайте закончим пару а да может ну типа я я с кем скидываю вот в эту сторону не работать короче ну типа спросите я не знаю неправда мнение это типа это прикол там причем очень просто ну там не очень очень простой примерно там матрицы по моему чтобы контр пример к этому построить там достаточно рассмотреть матриц вот такого вида 4 на 4 у которых вот этот блок 0 что-то такое по моему когда они образуют алгебрули ну обычно да да обычный коммутатор матриц и у вас там получится что она вот это условие выполняется но она не полупроста что у вас там есть какой-то центр вроде даже как нет до центра помните есть это или что такое нет реально есть